Готовимся к обрезке И получить праздничную скидку Вы поняли? Все кто это видит и слышит Рассчитывайте на праздничную скидку Так Получила, получила Немного о себе Телефон я убрал Адрес Санкт-Петербург Остальное убрал Вот, значит давайте так Купила, все читать не будем Долго Четвертая зона морозостойкости 10 соток Вот, повезло, старый крепкий дом Чего-то пропускаем Несколько плодовых деревьев осталось Всем 60 лет Плюс 60, представляете? Вот почему я за это письмо Зазапил 60 плюс Сена в холмах Они, если 70 лет, может, холмов и не было Но когда деревья растут Центральные корни Ну, назовем их Главные корни У самого штампа Они Разрастаются И поднимают землю Прям земля вспучивается И получается Я это видел в этих В лесах И перелез в сад Так Зачем ждать пока дерево Или погибнет Сгниет Или выросит холм Когда мы сразу посадили на холм И вот получается Несмотря на свой Прежде всего возраст Не только живую Но и прекрасно плодоносили В этом году Ничего с вами да не делали Скажешь Полило, когда спили яблоки По внешнему виду видно Что никто деревья Никогда не обрезал 60 лет А я ведь побесел только 30 Еще одно яблоко Нагрится соседом Ну, тут надо кое-что Пропускаем Иначе Ой, сколько у меня материалов Вот Слушал разные ролики Про сень Работу в саду Покраска стволом Заметьте Перестали стесняться Больше про побелку стволом Уже ничего Мы не слышим Никакой побелки Больше нет Побелка Это гашеный известен От нее Толку мало Но и вреда мало Покрасил То есть Побелил Обвалилась Побелил Обвалилась Понимаете Теперь Царствует покраска Теперь Все магазины Забиты красками Отслушивание коры Вот она Слушала ролики Про слушание коры Это Вторая Величайшая Глупость Это Настолько Это Вредный Смертельный Совет Обрезка Старых веток Ну тут Если Оставлять Поним То ладно Вот Обработку Химии Ну Понятно Что Те Которым 60 лет Им химия Не нужна Была Дальше Она Пишет Что Интересно Но Рука У меня Не поделась Ничего Это Делать Чисто Интуитивно Жалко Было Деревья Вот Это Наш Человек И я Была Рада Услышать От вас Лучшее Что Вы Можете Сделать Осенью Если Вообще Ничего Не Будете Делать Вообще Ничего Не Будете Делать Это Лучшее В начале Июня Я посадила Полукарликовая Подвоя Те Те Немножечко Мы с вами Будем Сокращать Вот Ой Неправильно Яму А ну да Почему Это тоже Надо Купила Яму С компостом Золой Фертики Господи Чего только Не придумали Корневую шейку Не заглубляла Вот Был виден Уровень Ну то есть Горшки купила Весной Буду смотреть Те 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 Еще Пропускаю 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 Вот Ну ей Обещали 20-30 лет На полукарликовых Подвоях Я вам так Скажу Значит Биологическая Совместимость Или несовместимость Так вот Полукарликовые Подвои Если это Самое Настоящее Клоновое Подвои То Моростойковость До 30 А у вас Ленинград Понимаете Три года Поживет На четвертый Замерзнет Боростойкость До 30 И больше Не рассчитывайте Плюс Кто сказал Что у них Будет совместимость С крупноплодными Сортами Что это Заполукарлик Подвои Дальше А здесь Обещаю 20-30 лет Не дождетесь Идем дальше Вот Я цепляюсь Ко всему Но это Мое право Окулировочный Нож Приобрели Так вот Запомните Если на ноже Написано Окулировочный И в 9 Случаеве До 10 Им прививать Нельзя Он Именно Окулировочный И вот Делают Окулировочный Нож Ох Не догадался У меня есть фотография И где-то И валяется У меня Мне представили Окулировочный Нож Заточка На две стороны Я Помните Первых Фебинарах Все Тут Крутил Вертел Вот Короче Если Написано Окулировочный Нож А вы еще Выписали Его Им Окулировку Я Своему Ченникам Не то Что запрещаю Делать Ну Я им просто Не советую Делать Потому Что Потому Я Мне же Покажу Почему Тут Как раз Подвернулся Фильм Опять Такой Этот Ой 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 Такого Покажу Так вот Он имеет Пяточку А называется Окулировочный Что это Пяточка На кончике Лезвия Раздвигает Кору Вот так Развязает И раздвигает Чтобы туда Вставить Этот самый Клинышек Вот Подробнее Не буду Я против Окулировки Поэтому Учить Этого Не буду И Саморазрушающую Ленту Запомнили Значит Итак Я опять Видел Одного Крутейшего Садовода Значит Что Пришла Весна Вот А Саморазрушающая Лента Не снята То есть Она не Саморазрушилась Сама А снимать Обязательно Под ней Кора Портится Значит Ладно Саморазрушающая Лента Пользоваться Можно Обычно Она Жиденькая Два-три Раза Берите Леточку Сложили Два-три Раза Получилось Довольно Прочное Обмотали Принцип Такой Силы Как можно Больше Чтобы Сжать Чтобы Все Огрехи Вот так Соединились Вот так Мощно Никаких Щелей И тогда Придет Июль И снимите Ее И не ждите Потому что Это Что Она Разрушится Дет Через Три Пять Два Ну Поздно Будет Корабль Уже Сгниет Так Ну Пропускаю Что У вас Оказывается Абрикосов Пересек Черешник Хурмой Почти Нет Так Ладно Достижение Железа Потрясает И Опять Что Я Выделил К сожалению Сейчас Рулит Это Вы Пишите Глобальная Повестка По уничтожению Садов Огородов Пособных Целью Решить Население Российской Федерации Еды И Витаминов Фруктов Овощей И поскорее Прийти к голоду Я В этот Заговор Не верю Дело В том Что Можно Сами То Что Я вижу Мы Сами Себе Уничтожаем Сады Вот Уже Сколько Времени Говорю 30 минут 35 Да Вы Говорю Про уничтожение Садов В прямом Смысле Как это Происло Сейчас Я вынужден Это Сказать Потому Что Когда-то Это Перейдет Книги Статьи Меня Если Семенческо Слушает У Который Несколько Статьев Сделал Но Который Надо Срочно Печатать Ну Хотя Одного Разумного Парня Напечатать Может Даже Гонорар Заплатить Интересно Заплатили Гонорар За Ту Статью Которые Я Начал Когда-то Я Подрабатывал На садях Да И Очень Статьи Мне Приходили Гонорары Вот Ну А это Было Давно Возможно Сейчас Никто Не Плачет Так Вот Как Было Дело Значит В Начале Это Самое Начало Было Ошибка 19 Века Нижняя Штамп Должен быть Тррррр Все Уничтожается Самое Безобидное Это Когда Почки Уничтожают Я вам Покажу Потом Ниже Почки Уничтожают Оставляют Вверх И Конечно Когда Садят Саженец Верхушку Не трогают Ветки Не Не Подрезают Не Не Выкорачивают А Нижняя Уничтожена И Несколько Вариантов Я вам Показывал Старое Начало 20 Века И Конец 19 Еще Помните Там С твердым Знаком Шрифт Все это Мы Проходили С тех пор Это все И что Интересно Я Потом В середине 20 Века Статьи Появились Да Особенно После Десятой Годы 3 Миллиона Появилось Представимое Хозяйство В Этот Самый Ваши Шестьсоток Это Там Огромные Тиражи В Ленинграде Какая-то Был Газета Или Журнал Там По-моему Было Миллиона Полтора Все Это Было И Все Равно Большая Часть Людей Понятия Не Имело Что Деревья Неправильные И Они Все Расследовались Помните В 60 Семь лет Купили Усадьбу А Там Шестидесятилетние Деревья Да Что И Плодоносят Да Что И Не Течают Так Было Слушаем Дальше Появились Статьи И Начали Платить Гонорары И Тогда Кинулись Что Ну Страницу Или На Две Это Проходил Я Получал Гонорары И Это И Сразу Магазин Вот Да Как Говорил Пел Высоцкий Новорочеку Один Магазин Вот Настолько Выгода Была Была А Присяг Был А Вы Знаете Что Тогда Засчитывал Вот Это Я Сейчас Называю Бульварные Газеты Бульварные Журналы Так Я Их Не Считаю Какой Это Это Чего А Что Это Сам Сам Вот Ой Нет Не Буду Грубое Слово Значит Что Получилось Надо Было Печататься Заработать И Вторая Причина Это Было То Что Это Все Засчитывалось Как Публикации Вот Ты Будешь Кандидат Наук Доктор Наук И Везде Публикации Публикации Чем Больше Тем Лучше Так Чем Больше Тем Лучше И Тогда Значит Как Это Делалось Если Я В конце Двадцатого Века В начале Двадцатого Вежу Те же самые Рисунки Девятнадцатого Века Это К чему Пришли Опять Дерево Неправильно Опять Опять И Еще Это Еще Не Конец На тот Момент Самый Важный Самый Главный Регион России Это Хакасия Это Сайногор С пригородами Это Невиданный Успех Это Сенсация Мировая Которую Не заметили Потому что Рядом Ничего Близко Не было Ученых И мы Не обязаны Ученым Этому Не обязаны Потому что Мы все Это Переделали Вот это Вот Понимаете Вот Лично Моя Работа Еще Покажу Это Очень Важно Кстати Вот Это Моя Работа Вот Это Из Ничего С Трех Почек Сейчас Покоряет Уже Россию Украину Последние Три Года Вот А Еще Назвать Десятых Фамилий Ужас Только Что Где Что Сада Бородича Я не знаю Левицкого Десять 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 Лет Назад Или Пятнадцать В местной Газете В нашей Как называлась Она Агнисаян Появилось Буквально Две Строчки В саду Левицкого Выращена Очередная Тонна Абрикосов Тонна Перевести На русский Язык Тонна Абрикосов Ну у меня сейчас И побольше бывало Ну Представляете Это А его давно В живых нет Почему Я это говорю Пришла Новая пора Значит Пока Мы не знали Что Деревья Неправильная У нас Этого Добра Было Вот Тот же Левицкий Пример Тонна Абрикосов И таких Было Полно У нас Пятнадцать Я разговорился Я обязан Это сказать Обязан Вдруг Завтра Уже Не смогу Недавно Подыхал Сами видели Как я Венарь Вел Полубессоздатель В состоянии Вот Это значит Что Лет Десять Пятнадцать Назад Сравнялась Цена Ведра Картошки И ведра Не говорю Вот таких Как на На этой фотографии Ну Два раза меньше Ведра Отборных Абрикосов Это самое Весом Тридцать Соро Грамм Ну Само Распространено Ну Пятьдесят Грамм Ведро Картошки Двести Рублей Такое Ведро Абрикосов Двести Рублей И это Должно Было Стать Нет Научили Уничтожать Деревья Весь Сайногор С пригородами С майной Я свидетель Как они погибали Майна Еще буду говорить Буду Не могу Буду Говорить Майна Появился клей Момент Появился клей Клеелов Нет Да Клеелов Значит От Тараканов Скобка Этих самых Мышей Это Сам Держался За Сердце Ходил По Уни Полусерд Два Соседа Тоже Наклеили Вы Понимаете К чему А кто Предупредил Что Нельзя Ну Еще Нельзя Как Было Написано Или Обмотать Бумагой И на Бумагу Или Прямо На Это Самое На Стап Таких Было На Всю Да Их Было Тысячи Мертвых Потому Что Реклама Буквально Была Только Как Сунита Забодалилась Сюда Вот Это Все Творилось И Вот Так Мы Уничтожили Собственное Богатство Всей Толпой И Казалось Железу Поился За Два Года С Повторами Пятиминутных 600 Передач По местному Телевидению Можно Было Выправить Ну И Тут За Мною Вышла Вот Эта Реклама И Опять Уничтожает 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 Последние Годы Давайте Вернемся К Этой Теме Мы Не Можем Рекламодатели Не Заплатят За Ваши Ролики Все То То Вот Так Не Мне Садоводству И Опять Не Все Сказал Пришла Пора Интернета И Если До Этого Какую-то Роль Играли Мои Статьи А их Было Больше 300 Потом Больше 400 А И Прочитало Несколько Сотен Тысяч Человек Да Нет Там Несколько Миллионов Это Самая Самая Популярная Газета Меня Печатали В то Время Но Пришла Пора Интернета И Вот Просто Лайки Просто Эти Самые И Вот Каждый Получал Деньги Все Кто Мог Получал Деньги А Что Они Могли Придумать Ветки Растут Вниз Отрезать Ветки Растут Внутри Отрезать Ветки Растут Параллельно Друг Другу Отрезать Мелкие Уничтожить Не Понимая Что Они Эти Плодовые Надо Уничтожить Вот И Вот Все Эти Люди Абсолютно Назвав себя Экспертами Вот Они Взяли И Тысячекратно Увеличили Размер Вот Этого Самого Количества Вот этих Смертельных Повторов Тысячекратно Тысячекратно Нажмите Обрезка Деревьев Что Вы Видите И Вот Так Мы К этому Приехали Высказался А Потом Меня За это И ругают Знаете Почему Потому Кому То Я Еще Потом Покажу Вам Тебе Письма Ну Как Злые Издевательские Да Потому Что Многим Все Что Я Сказал Вообще По Барабану Да Просто По Барабану Чтоб Я Сказал Не Сказал Им Да Какое До Этого Дело Вот Скыл Сказал Сказал Как 把它 Поливкина Одумайся 3 Миллионы Человек Научило Самой Страшной Казни Деревья Уже 3 миллиона правильно неправильно все наоборот все через зад ну так седлана спасибо за это из-за вас я вот сейчас устроил этот самый митинг из-за вас вы виноваты не надо было эту статью писать вот так вот нет никакой глобальной повестки по унисожению садов сами унисожаем себя мы не только сады унисожаем мы свою экологию мы все унисожаем все что можно коммерция интернета то что я сказал много лет тому назад в 80-м году будучи студенткой гидротехнического факультета ленинградского политического института это ваше письмо так заканчивается то есть вы выпускница ленинградского политического института поэтому я выделил ваше письмо для того люблю грамотных людей современных так мой брат юрий железов пару дней назад тройку а первого исполнилось 73 года порте его поздравить я его поздравляю вот его письмо деловое письмо смысле к тему сегодня проверил промерзание почвы под абрикосом где очищал с осени снег помните предыдущие письмо тяжелый стал на лоб в землю не лезет совсем для абрикоса это само то среди других деревьев по толстым условиям снега лоб влезает в землю без большого усилия хотя с осени на поверхности почвы была мороженая корка то есть под снегом не было мороза за зиму за зимнее место за корка оттаяла по действию тепла от более нижних не замороженных слоев хорошо быть этим самым электромехаником и окончить сельхоз вуз вот что значит вот это вот это не каждого это знает очевидно висения тала воды без препятствий питается в землю вот эту фразу давайте мы ее по расшифруем без препятствия питается землю и больших ручок не будет теперь я маленько пропускаю и скажу вот что не то что мой опыт и мои наблюдения лет 10 назад было 20 лет назад нет 35 лет назад смывала у нас же как ручей даже не речка ручей сезает летом переходит пешком воробей вот четыре дома снесло через десять лет опять наводнение камаз утонул по крышу утонула женщина пассажирка камаза вот все такое и вот где-то лет пять назад или десять памяти нет значит мы ждали дикого наводнения снегу было как никогда рекордный снег наверно под метр а в горах еще и два метра было и мы ждали дичайшего наводнения как-то это суетились бомчай снять его и такое кругом вертолеты следить следить за чё следить то если перед этим в обозе сносила нет на в обозе сносила дома если у нас это в сезоне воробей воробью по колено ручей сносила дома вот и что было ждать еще пришла весна ждем как раз прекрасная погода стоит ручьи бы это самое вот бегут все все сейчас затапливать будет черта два ничего не было а потом объяснили задним числом летих а это сам осени не было с дождей сухая почва и на сухую почву упала это два метра сверху пришла весна вся эта вода ушла в почву а лишняя должна была стекать в ручей сносить дома если не оказалось вот это пожалуйста спасибо за эту статью то есть письмо вот еще ничего не бывает а вот это пожалуйста а вот только не думать что я буду ругаться говорит сам дурак нет я его благодарен за это письмо внимание напрягитесь здравствуйте хорошего чек нихрена не умеете раскрывать свою же тему смотрел много ваших роликов и теперь не удивлен таким малым количеством подписчиков а из тех кто подписался смотрят от силы 22 200 человек они смотрят у них хрена не понимают ребята выключайте компьютеры важны хрена не поняли и тем более не смогут объяснить другим как можно говорить об одном и не сказать ничего вообще-то да он правка вы все все же уже говорил его не касается какая разница там почему уничтожены сады хакасии собственными руками это все они судите это не подумайте что он не хвалит это ирония это великое искусство вы гений не раскрыли ни в одной темы не в одном ролике до конца вы комментарии под роликами читаете отвечать обещайте или комменты отключили вот это наверно немножко вкусил краски смотрите большинство так это мой канал там 4700 роликов так вот если брать количеством допущены средние 200 конечно если учиться все годы там были по 500 по 500 просмотр и по 100 и по 10 по 3 тысячи опять же сложить конечно там под миллиард будет 4000 только этих 4700 да вот все-таки он вкусил краски если скажу по-другому пусть он станет его место и так я выбрал не те старые там есть по 100000 просмотр по 200 она и много лет а вот свеженькая значит случилось это за 20 дней один из фильма посмотрела сто двенадцать тысяч человек не сто двенадцать человек а сто двенадцать тысяч вот я с экрана снял я ничего не придумал правильно с экрана с экрана я тут не могу нарисовать лишний ноль вот так вот это су-12 было а сейчас их больше почему потому что скажем днем надо все это больше больше количество комментариев было 800 я смог посмотреть ну первую сотню там было много грязи ну понимаете как это мне резать дерево что с ума сошел ну уже видели разбирайтесь вот большинство конечно хвалили говорили спасибо за учебу но мнения разошлись когда я стала 800 а некоторые под некоторым допустим кто-то комментарий кто-то а под ним восемьдесят комментариев на уже на комментарии я не могу нет ни сил ни времени и не хватит нервов потому что если все собрать там их грязных несколько ваше еще не грязное вы просто это ваше мнение вы правильно рассудили вот посмотрел человек и ничего не понял варианта два первое или я действительно пустомерия то есть все что вы слышали или второй вариант он просто не это ничего не понимает вот он смотрит 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 а его это надо и тогда получается что он меня не то что там оскорбил это его внешнее мнение вот и вот пожалуйста я взял самый популярный больше 100 тысяч просмотров сейчас идет 120 тысяч вот и комментарии продолжаются и продолжаются там про меня забыли там сцепились между собой и правильно делается я свою задачу выполнил поняли я поднял важнейшую тему и если бы я не сидел возле роскошных абрикосов вот тогда я был бы пустомерия это мой главный козырь главный в этом саду выращены тонны 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 только абрикосов были еще десятки тонн яблок то там ребята подработали вот кто-то мне отомстил когда поджигали со всех сторон пятигектарный сад но это ладно теперь вы убедились что это не 200 просмотров а 112 тысяч прививки в университете делающие о чем есть люди может быть вы тот товарищ который вот выше написал что ни хера не понял вот значит он может быть дал другое как бы сказать другое манер исполнения и так мне это еще пару слов скажу вот кажется как кажется санкт-петербург кажется выпускница университета санкт-петербургского сельхоз кажется у меня плохая память вот и она мне привела пример а я много лет назад с вами поделился этим примером то есть какой-то профессор специалист садовод ну то есть по профессии своей отказался читать лекции по прививкам потому что пять академических часов ему показалось мало вот я этот самый беру железов значит вас научить за час и то есть я подбираю 10-20 фотографий я отметаю мне надо всего лишь там 20 минут 10 минут показать почему нельзя 10-20 других способов применить они настолько неэффективны и смертельность прививка не должна быть смертельной я вам потом ниже покажу может быть сегодня не дойдем завтра ой за следующей неделе как делать смертельные прививки а всего-то я предлагаю два способа улучшенную капулировку ну боже и простую ну и плюс врачи когда не успели вовремя сделать когда уже не такие а вот такие вот и толстые и все и мне бы хватило обоих студентов нахрена выслушать пять-десять академических часов потому что когда я сейчас наберу вот схемы прививки я там с десятки наверное не десятки сотни и тысячи схем большинство из них когда я беру смотрю бечевкой обматывают значит делали в девятнадцатом веке а потом в двадцать первом веке она берется эта прививка зачем человеку самому прививать зачем бежать как я челябинске я проводил слет я был так сказать главный забивал вот я привез двухметровые ветки я при всем в народе резал резал привал резал привал показывал нормально показывал а тут вот схема представь себе экран или еще может быть по старинке что там доска можно даже нарисовать подвой прямой вот и когда я вижу что эти прививки делались причем многие из них настолько уродливы что их не только показывать нельзя если профессор их покажет пусть даже вот так нельзя делать это еще можно но десять часов я могу размазать на десять часов и мне заплатят за десять часов но девять из них студенты потеряют просто время кто спать будет кто разглядывать там этот телефон вот просто потерять время а нужно не за столом не даже не за учебные не то что там преподаватель на кафедре а студент сидит за этим и смотрит на экран не нужно этого все надо делать в саду а для этого нужно университете сад иметь а про это я сто раз говорил дали по сотке по две сотки каждому студенту первокурснику вот и сказали когда будет хочешь раньше выпустим не на пятый шестой а на четвертый вот пригласишь комиссию угостишь абрикосами сливами вишними персиками все с собой посажено и даже добыто с собой сам добыл вот это настоящая учеба вот а научить господи достаточно посмотреть точно с экрана смотри с экрана и повторяй этот самый эти же движения сам у себя где-то сейчас даже в университет ходить не надо чтобы научиться проивать вот наши университеты вы воспитаны как и мы в советское время когда учитель был первый человек после Бога и ему все кланялись при встрече а здорово снимали даже старики шапки поэтому мы уважаем вас и не только прослушившимся к вашим рекомендациям сколько с нетерпением ждем правильных направлений и умелых дискуссий способствующих нахождению правильных решений ведь это трудное но очень благодарное дело раститься на земле это как чудо как волшебство которое дарит радость и пользует человеку вот такие письма меня поддерживает написал раз ты ничего не понял может быть не я а может быть это совсем другой человек ну как это вот я же рассказывал этот анекдот два раза давайте третий еще раз приходит учитель математики домой весь грустный жена кидается да что с тобой да что случилось вот не могу я дальше вести преподавание в школе не могу моногу дети пошли тупые hy ну вот так я тебе вот ตевchod я дал Тие один не понял. Я второй раз рассказал теорию Пифагора. Опять один не понял. Я третий раз рассказал теорию Пифагора. Наконец-то сам понял. Они так и не поняли. Вот так вот, ребята. Надеюсь, что кто не слышал, посмеется. В этом что-то есть в этом анекдоте. Вот. Взял вот так вот, спокойно меня высек. Вот. С такой... Это не просто... Немножко презрение, немножко такого, знаете, как с высоты. Кто он? Доктор наук, кандидат наук. Он ничего... А как он тогда не понял? Еще раз. Меня завели. И что я хочу сказать? Это же сумасшедший дом. Там люди сидят, в принципе, они нормально. Ну, некоторые потом бывают закидоны, приступы. Ну, так вот они сидят. И, наконец, например, этот самый... руководство сумасшедшего дома решило сад сделать. Пригласили, допустим, Железова. Вот. Сад делать там надо много чего. Надо это... А среди этих сумасшедших нормально есть рукастые мужики. И вот я собираю всех, и говорю, сейчас Железова прочитает вам лекцию, и мы будем это самое... садить в сад. Вот. Я почитаю лекцию. Я сто процентов уверен, что там из 100 человек меня послушают, 99 скажут, а что тут не поедет-то? А тут вот, оказывается, человек не понял. Наталья, огромное спасибо за ваш труд, настойчивость в обучении серного плодовольства. Глядя на ваши сорта, очень хочется вырастить и в своем саду на высоком берегу Вятки. Так, кое-что пропускаю. Из косточек взошли 32 штуки. К осенью... Внимание! Это учеба! К осени выросли до метра. Разветвились. И я сделала самую грубую ошибку. Под зиму сформировала штампики. Весной были живы, но погибли все, кроме одной. Я его пересадил, он рожил, и макушка отсохла. 32 мои косточки взошли, вот, и она, вот, кто-то же, ведь вот это вот, за это никто не отвечает, но ведь ее же научили уничтожить 31 штуку. Осенью начало отрезать эти сам ветки и внешние скелеты. Ну что, должен я это все рассказывать? Вот это вот, вот это вот. Что вот это, вот это вот. Я успокоиться не могу. Зачем было меня дергать? Вот это что, не надо рассказывать? Вот это, вот это. Вот это, вот это. Ну, может, она бы именно вот этот ролик-то и посмотрела? Вот сейчас я говорю, мне трясти начинает. А что же это такое? Это же мои дети. тридцать и две. Сформировала штампики. Серовая Ирина Ивановна, Пензенская область, Севердопский район. Значит, помните этот самый, как, тот самый фотографий, сделанную с экрана. Вы видели грецкие орехи? Видели? Так вот, раскрутил ее, Серовая ее фамилия, Ирина Ивановна. Она там взяла это самое. Но я от нее не дождался следующего. Хотите у вас этот, уникальный грецкий орех? У вас феномен, это я железу говорю. У нас на всю Сибирь их было два, поселки Черемушки. Два грецких ореха на всю Сибирь. Поселок Черемушки. В метре, в километре, а это самое, не замерзающая до нового года, не замерзающая до нового года плотина, не плотина, а водохранилище. И тут же рядом река, которая не замерзает ни одного дня в году. Вот. А здесь вот он. Займитесь этим делом, Ирина Ивановна. Но вы не дали ваши данные. Я без вас не знаю, как. телеканал усадьба торжествует. Ладно, я уже про это мы говорили. Вот. Москвич, кандидат наук, пенсионер. Яблони, ну, вы понимаете, я же не стал данные приводить. Он не упоминал пенсионер. Яблони, 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 плеваю, хорошо, растут свои деревья. видишь, если вы не получались, пробовал только после вашей рекомендации, надеюсь, получится. Сейчас будут цепляться к нему. А куда? У меня жизнь такая. Ну, вот. Абрикосы сажают давно. Самое большое достижение миска абрикосов. Миска. Проблема в том, что они все время, через несколько лет, погибают. Вы знаете, что творится? Это и миллионы погибают, не только у него. Лопается хора, манилез губит. Манилез, уважаемый, сейчас, уважаемый москвич, уважаемый кандидат наук, по-моему, вы, это, химиков представились. Вот. Ай, манилез не губит. Манилез самый безобидный в мире гриб. Вот. Он поселился только на мертвых. Сперва, как вы пишите, лопается, погибает, потом манилез. Вот. Причина не эта. Ваш триумф, север, ваш, это самое, ваш триумф севера и прочее, всё, что вы достали, они неборозостойкие. Вот. Где-то ещё могут расти, но давно уже триумфом севера называют южные, привозные, перекупленные деревья. Только одно название. Вы знаете, вот именно, что триумф севера, вот это слово севера, как оно губит всё, потому что, ну это же триумф севера, севера, слово север. Вот так вот. Ну вот и рос, 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 и стал валиться на бок. Осталась нижняя ветка. Буду использовать для привычной корневой поросли другого погибшего абрикоса. В прошлом году посадил ещё четыре саженца. Мелитопольский, Богатырский, Монастырский, Алёша. Сажал большие ямы с перегноем. Вот тебе, здрасте. ещё раз, большие ямы с перегноем одобрениями, это смертельная ловушка. Плодородный слой на штык, дальше глина, не важно, плодородный слой на штык хватит за глаза. А что дальше глина, потом дерево, которое нормальное дерево, не вот эти, которые помрут в любом случае, потому что они не районированы. Всё, что вы купили из магазина, вы бросаете сразу и теряете время. Вот дальше я не помню, это самое, когда муисейцы вырастут, эти-то уже действительно, это ещё без перегноя, без удобрения, без огромной ямы на холмах с хорошей землей. А потом корни войдут в глину и переработают в глину. Копните через 5-10 лет под своим прекрасным абрикосом плодосящим, а нету там глины. Вот, а то, что вот теперь берём, копаем, копаем, кубометра глины вытащили, вместо неё на это самое яму с перегноем удобрениями. Вы понимаете, когда вот эти удобрения делают, да, они понимают то, что нужны микроэлементы, нужны микрограммы, милли, неправильно сказать, миллиграммы. Вот, это как вспомнить, килограмм 10 железок этого, ржавого, бах, туда, хватит на всю жизнь, на миллион лет хватит. так, ну, судя, вот это, это, последний отфильтровок забора с южной стороны, небольшой уклон, принес, хорошо, судя по вашему ролику, тоже загнуться, но загнуться-то не из-за этого, вот это нормально, вот это, загнуться-то, конечно, из-за большой ямы, но можно использовать для прививок, на сердце, пока продержатся, сейчас кусочки вырастите, а потом все, что выдержат эту, еще хотя бы несколько лет, не сразу загнуться, вот, вы перенесете на мои сердца, и вот это, знаете, почему я выбрал это письмо, у меня их сотни, они горькие, вот из этой фразы, в округе абрикосов ни у кого нет, как же так, рынков, вы знаете, сколько у вас рынков, а? вы знаете, сколько их, вы знаете, сколько интернет-магазинов, сколько их продают вдоль дорог, миллионы, а абрикосов ни у кого нет, вот эту разницу кто-то когда-то уловит, и перестанет херней заниматься, ну, я малечко это, пропускаю, так, знаете, что, второй час, какой-то, я вас пожалею, я поду горячую воду, кипяточку налью, да, кипятка, кашлы не берились, которая, примерно, дорога идет, а вы сейчас, даже, немножко, передохнуть от меня, я все равно не переделался, как меня тот человек, не это, я обвинал в том, что я, я о чем, я иду, Продолжение следует... 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 болезнь только дерево себя залечила нет давай вылезать еще не могу я дальше это вот почему если бы вот не то фраза там у кого угодно у кого угодно них ряда не растет рынок тот же самый вот это сам володя тотор один из последних магикан последний на рынке стоит шикарнейшие груши шикарнейшие сливы тут же рядом в бедрах эти вот эти сливы тут же рядом саженцы какого хера рядом же с этого самого стоит и продают вот такие вот на фотографиях вот такие плоды во конечно это сам обходит его и цену сбивает откуда у кого угодно у кого угодно нихрена давно нету все а